Для тех, кто хочет организовать цифровое ТВ и просмотр видео в своем автомобиле, появились интересные так называемые специализированные ТВ-приставки для автомобилей от компании Азар, делают, кстати, город Сберцк, называются они Селинга. Кстати, русское название, есть такая река у нас, течет она, кстати, возле ЛОНУДЭ, по крайней мере, точно есть Селинга. Что особенного в данной ТВ-приставке? Данная ТВ-приставка, прежде всего, компактная, выглядит вот таким вот образом. Ее можно легко спрятать за магнитолой в торпедо, либо где-нибудь убрать бардачок, либо вообще хоть куда. Самое практически компактное, что нам приходилось держать в руках, точнее, даже в одной руке. Что же особенного в этой ТВ-приставке? Она может подключаться как к штатной магнитоле, так и, в принципе, любой другой магнитоле, чтобы у нее был видеовыход. Умеет работать с темой цветности PAL-MTC, то есть она даже будет у вас работать без всяких проблем с японской родной магнитолой и показать видео. Помимо того, что данная приставка умеет ТВ, еще можно будет вставлять флешку и также просматривать видео с флешки. Данная приставка даже поддерживает переносные жесткие диски. Видео абсолютно любого формата. Также можно, хотите, вставить аудио с флешки, послушать. Два USB-шника у данного ТВ-тюнера. ТВ-тюнер также обладает специально в комплекте разработанной компанией Азар фильтром сетевым. Данный фильтр исключает помехи передачи сигнала, именно чтобы у вас выводилась четкая, хорошая картинка без всяких полос. Этот фильтр ставится без всяких проблем. Он сразу же готовый. Один конец вы втыкаете в приставку, а второй конец просто подаете плюс-минус. Это и будет питание. И у вас все будет работать без всяких проблем. Малкие ТВ-приставки автомобильные обладают дополнительными фильтрами. Выносной ЭК-порт у вас будет в комплекте. Он куда-нибудь аккуратненько выносится на панель. Ну и, соответственно, пульт управления, который вы будете наводить на ЭК-порт, чтобы использовать данную приставку. Дополнительно есть переходник под ТВ-антенну. Тюльпаны для подключения передачи самого видео на магнитолу. Также две батарейки для того, чтобы их ставить в пульт. Идут в комплекте. Мелоча приятна. Также для тех, кто захочет его применить дома, есть домашняя розетка. Сразу от 220. Можно подключить дома к телевизору. Ну и, соответственно, полностью инструкция на русском языке. ТВ-тюнер устанавливается довольно просто. Работает качественно. Без всяких проблем. Дополнительно к данному ТВ-тюнеру можно приобрести цифровую. Антенну от этой же компании. Чтобы не ставить там внешние рогатки на автомобиль, можно поставить внутри салона и прилепить ее прямо на лобовое стекло. Вот сам пятачок и, соответственно, приемные элементы. Можно даже на лобовое, на заднее стекло, на боковое, куда хотите. И вполне данная антенна, стоит она где-то 800 рублей, обеспечит вам уверенный прием ТВ-сигнала цифрового. Данная приставка идеально протестирована и хорошо ловит канал, когда вы стоите, либо двигаетесь при небольшой скорости. Если вы хотите более мощную ТВ-приставку, тогда она будет стоить дороже где-то в районе 8-9 тысяч рублей, и к ней будет идти аж 5 или 6 дополнительных антенн. Имейте в виду. Так, то есть, хорошее проверенное решение для тех, кто много проводит времени в автомобиле, мы вам рекомендуем. Хорошие, интересные ТВ-приставки под названием Азар Селенга. В наличии. Кстати, цена вообще радует. 1800 рублей в наличии. Магазин Модерн.